По состоянию на 1 сентября текущего года, Государственная налоговая служба выдала 26999 электронных патентов на осуществление экономической деятельности в электронном виде через сайт налоговой службы. При этом, начиная с введения данной услуги, то есть с 1 октября прошлого года, налогоплательщики воспользовались данной услугой 33 810 раз. Отметим, что электронный патент можно получить двумя путями. Посредством электронного сервиса, кабинет налогоплательщика ГНС на сайте www.salyk.kg и через электронные ID-паспорта нового образца. Более подробно об электронизации налоговой службы, выполняемой в рамках дорожной карты, концепции цифровой трансформации «Санариб Кыргызстан-2019-2023» смотрите в следующем сюжете. Получение электронного патента значительно сокращает время и упрощает процесс. Раньше для получения патента налогоплательщик сначала обращался с заявлением в офис налоговой службы. Затем налоговыми служащими определяется наличие или отсутствие регистрации для получения патента. В случае отсутствия регистрации необходимо было заполнить форму образца 0163. Затем, после предоставления всех необходимых документов, необходимо оплатить услугу в банке. И после всех манипуляций необходимо принести фото и паспорт и получить патент. После этого наши сотрудники в течение 5 минут уже оформляют патент. А до этого сейчас в соцфонд нам подключили и социальный полис. Это тоже вы видите рядом, поэтому они подходят туда, социальный полис тоже заплатит в банк, подходит и получает патент. Ну, в день у нас, если с учетом продления, ну, где-то 300-400 количества полученных патентов получается. У нас патент работает здесь три окна. Конечно, на все это уйдет очень много времени, которое сейчас на вес золота. Иногда случается, что мы не можем успеть пройти все эти этапы. И теперь налоговая служба в рамках концепции «Цифровой Кыргызстан» нацелена на широкое распространение электронного патента для реализации концепции цифровой трансформации 2019-2023 года. На данной государственной службе электронная выдача патента действует с 1 октября прошлого года. За это время налогоплательщики воспользовались услугами 33 810 раз. Данная система внедрена по всей территории Кыргызской республики с 1 октября 2018 года. Данную новшество мы создали, чтобы создать благоприятные условия для налогоплательщика, чтобы налогоплательщики не ходили в налоговый орган. И сидя у себя дома или в квартирах, или на работе, могли получать электронные патенты. В настоящее время в налоговой службе существует два пути получения электронного патента. Это посредством электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика ГНС» на сайте www.salyk.kg и через электронные ID-паспорта нового образца 2017 года. Получение электронного патента через интернет упрощает процедуру налогового администрирования и создает благоприятные условия для налогоплательщиков. Также сокращая прямые связи между налогоплательщиками и налоговиками, снижаются риски коррупции. Электронный патент можно получить каким образом? Во-первых, налогоплательщик один раз приходит в налоговый орган, проходит идентификацию, то есть получает логин, пароль. Тем самым у них появляется возможность получения электронного патента посредством компьютерной техники, ноутбуков, планшетов или через своих смартфонов. На сегодняшний день данной системой уже пользуется более 9 тысяч налогоплательщиков. В настоящее время нет необходимости обращаться в налоговые органы, так как патент можно получить через интернет в любое время, не выходя из дома. Оплату за патент можно произвести через терминалы и банкоматы. Алина Хайдаршина, Нурдан Сергеев, Пирамида.